Так, пишет нам Татьяна, такое развернутое письмо. Здравствуйте, после удаления желчного пузыря началось повышенное выделение кислоты. При гастроскопии обнаружили эрозийный гастрит антрального отдела желудка и дисфункцию сфинктера ОДИ. Принимала Рексиум, Контрол, Лок, Проксиум, антоцидные препараты. Сдавала анализы на силикобактер, пилори, 10,6 мили, чего-то там. Прошла недельный курс лечения бета-клатинолом. Через 4 месяца повторный анализ показал 4,4. Прошла дыхательный тест, отрицательный. Продолжает мучить повышенная кислотность, сопровождаемая сжением желудки и болями. Появляется периодически в течение дня. После приема пищи кислотность усиливается, диета соблюдается. Дробное питание. Что можете посоветовать и как записаться к вам на прием? Ставила даже контакт на свои данные. Что можно посоветовать? Значит, удаленный желудочный пузырь. Сколько лет? По поводу чего удаленный желудочный пузырь? По поводу камней. Значит, когда, я не могу только нарисовать, чтобы девочка поняла. Хотим мы или не хотим, наша печень 24 часа в сутки вырабатывает желчь. Желчь, если она будет оставаться в печени и не уходить из нее, в течение полугода будет бильярдный срос печени и смерть. Поэтому Бог придумал, чтобы что? Желчь выходила. Но вторая штука какая? Если желчь идет по желчным путям и попадает прямо в 12-перстную кишку, где нет пищи, там возникает доденит. Желчь не безразлична для слизистой 12-перстной кишки. Поэтому Бог придумал еще такие штуки. Он придумал желчный пузырь, чтобы когда мы не кушаем, желчь сыгралась в желчном пузыре, там концентрировалась. А когда мы покушали, один раз, два раза, три раза или четыре раза, желчный пузырь должен сократиться не меньше, чем на одну треть своего объема. И выдавить желчь не обратно в печень, а куда? А в общий желчный проток и в 12-перстную кишку. Для этого Бог сделал что? Разные краники, которые регулируются нашим подсознанием. Теперь представьте себе картину, у Вас взяли и отрезали желчный пузырь, а желчь вырабатывается. И в 40% случаев, у Вас должны были об этом возбудить хирурги, возникает так называемый постхолецистоктомический синдром. По-русски это звучит очень просто. Полезнь удаленного желчного пузыря. Поэтому Вам нужен доктор квалифицированный, который Вас будет вести и подсказывать Вам, и т.д. и т.п. Почему? Потому что чаще всего постхолецистокомический синдром проявляется гепатитами, панкреатитом, доденитом и так далее. Что у Вас преобладает, трудно мне сказать. На консультациях к доктору. А как вот к Вам можно записать на прием? Нет, ну у нас же не рекламная передача. Ну все же, возможно есть на сайте какие-то. А, может быть, массив, да. Вы знаете, Вы знаете, что, что Вам хочу сказать, вот я, ну я работаю в институте, и практически больше половины того, что мы делаем, мы покупаем за свои деньги. И вот сейчас моя мечта сделать такой хороший сайт или портал даже гастроэнтерологии, чтобы люди заходили, повышали свою грамотность. Меня учили, когда я был молодой, доктор и студент, меня учили, что 50% Твоей деятельности врачебной должно уходить на просвещение людей. Ты должен не дать им заболеть как можно дольше, да. А уж когда он заболел, тогда уже предприятие. И сейчас Вы знаете, что мы живем с Вами в постгеномную эру, в эру предсказательной медицины. Да, да, зря Вы смеетесь. Это в нашей стране смешно, и пока никто не говорит. А цивилизованные страны США, уже у них 15% работают так. Вся парадигма здравоохранения в течение ближайших 5 лет в цивилизованных странах мира, она изменится. И будет не профилактическая медицина, а персонифицированная медицина, предсказательная. Основанная на чем? На том, что сначала сделают геном человека, что у него и как, зачем и почему. Они просто посмотрят последние этапы метаболизма, что-то происходит, да, и лечат на основании этого. А вот соединение этих двух вещей, но оно возможно только в двух случаях, когда быстро можно сделать весь геном человека и хорошо его изучить. Хорошо изучить не просто в мире, а для данной популяции людей, потому что доказано, что в разных популяциях разные вещи. И второе, это здравоохранение должно быть оснащено чем? Не бумагой и ручкой, а что новейшей информационной технологией, чтобы доктор мог активировать всей базой данной, которая есть в мире. И когда мы к этому придем, вы мне скажете, неизвестно когда, а я вам скажу, что это может быть очень быстро. Я раньше думал, когда появились мобильные телефоны, я когда увидел первый раз мобильный телефон в мире, я думаю, господи, когда это к нам придет? А вы посмотрите, как быстро пришло. Понимаете? Точно так же и здесь. Здоровье это самое дорогое, что у нас есть. Самое дорогое. Поэтому я думаю, что это придет очень быстро. Должно только прийти понимание. Телефон очень просто. И сейчас мы становимся зависимыми людьми большого пальца. Уже это и интернет, это и e-mail, это и огромные количество функций, многие из которых, обладая телефоном, даже не подозревают, что они у него есть. И не используют, понимаете? И не используют, конечно. Поэтому не используют. А используют как? Анжела, город Киев. Анжела? Да. Мне 19 лет. При росте 170 сантиметров вешу 58 килограмм. Как мне самое кажется, проблем с обменом веществ нет, но я каждые полтора-два часа начинаю жутко хотеть есть, независимо от того, насколько плотно я подкрепилась. Ужасное урчание, но боли никакой. Меня это беспокоит даже просто эстетически. Как справиться с этой проблемой? Значит, есть такое понятие пищевая непереносимость, о котором мы тоже очень мало говорим в Украине и еще меньше делаем. Так вот, пищевая непереносимость может быть в очень многих вещей. Я вам приведу только... Не-не-не... Много приведу примеров. Значит, первый пример. Вы знаете, что после 30 лет 100% китайцев не переносят молочный сахар, не переносят молоко. Вы знаете, что в Украине этот процент примерно 33%. И вы знаете, что когда приходит особенно пожилой пациент к доктору, и речь заходит о диете, то доктор очень часто не спросит, как вы переносите молоко. Говорит, вам показано молочно-растительное диет. Он говорит, вы знаете, доктор, я когда выпью полстакана кипяченого молока, я иногда это практикую, я полдня не выхожу из туалета. А, ну тогда вы нажимаете на что? На молочно-кислые продукты. А он что, проверил его на лактозную недостаточность? Такой диагноз есть. Но вы мне скажите, где есть место в Киеве, где можно проверить лактозную недостаточность? Скажите мне такую лабораторию. А у меня можно. И давно, 10 лет назад. И тут вы говорили про мезин и т.д. и т.п. Вообще про ферментные препараты. Вот я вам хочу сказать такую вещь, что сейчас очень большую работу проводит в этом направлении фирма американская. Господи, уже видите. Ладно. Она обучает врачей, как правильно определить внешне-секреторную недостаточность поджелудочной железы. И как правильно назначить ферменты, какую дозу. И как это проверить? Три-грицерильным дыхательным тестом. И проводятся в мире мастер-классы по этому в Испании. Человеком, который входит в первую десятку лучших гастреантрологов мира. И наши сотрудники там были. И один сейчас там. Даже могу сказать, Олег Швец, можете проверить по вылету. То есть у девушки, скорее всего, какая-то непереносимость продуктов? Вы знаете, что у нее, скорее всего, ей нужно провериться в квалифицированных руках. И еще, у нее рост... Сто семьдесят и весит пятьдесят килограмм. Сто семьдесят килограмм. У нее снижена масса тела. Ведь девочки в восемнадцать-девятнадцать лет, они хотят быть все моделями. Они голодают, эти ДТП. И здесь может быть и вис-раптоз, и что хотите. И таким людям труднее помочь, чем с этим самым, с большим весом с оживлением. Ну, если еще есть, если может, она говорит, что она постоянно хочет кушать, и при такой симптоматике, как курчание, и витеризм, который доставляет эстетическую проблему, наверное, все-таки еще есть смысл задуматься о функциональных или нарушениях в эмоциональной сфере. Это может быть маской депрессии. Поэтому чаще всего такие девушки, все имеют какие-то проблемы, в таком возрасте тяжело их переживают. Поэтому здесь еще я бы посоветовал квалифицированную помощь специалистов в этой области. А хотел бы еще спросить по поводу ферментных препаратов. Все-таки, исходя из ваших слов, наверное, лучше было бы, исходя из персонифицирующей медицины, и то, что нужно, я с вами полностью согласен здесь, однозначно, что есть болезнь, как вы учились, надо лечить человека, а не болезнь. Принцип, который существовал, который сейчас чуть-чуть отошел. Вот с ферментными препаратами хотелось бы получить ваше мнение, узнать, с точки зрения, лучше все-таки полиферментные препараты или моноферментные препараты. Исходя из принципа, если лечить больного, то лучше все-таки ферсонифицировать, тогда получать моноферментные препараты. Надо сначала подсказать, они нужны ему эти ферменты. Да, вот это тоже. Вот показывают рекламу, вот накрыли стол, там идет такой пир, ой, какой молодец, ты пьешь. Но это ведь чепуха на постном масле. Просто, понимаете, и была реклама, я много раз говорю, и они ушли от этого. Мизин для желудка незаменим. Мизин для желудка не имеет никакого отношения. Я им говорю, что вы за реклама такая. Понимаете, а у нас эти препараты самые продаваемые. Вот человек увидел, о, я бездемчика попью, все пройдет. Только тратите деньги, господа хорошие, и все. Больше ничего. Ни голы. Помните, да, баланская вода, в ней ни в пользу, ни в грехах. Как и здесь вот.